Всем здоровки! В общем, с мокрой башкой только после тренировки. Сегодня смотрим матч London Roar, Trident, лягушки и еще кто-то. И мне кажется, что это LA. В общем, сейчас плывут второй день соревнований. Мы из-за того, что только пришли с тренировки, не успели сходить к ним на соревнования, чтобы посмотреть это все вживую. Так что смотрим трансляцию. У меня нифига не грузит трансляцию на английском, поэтому смотрим на венгерском и болеем за наших ребят. Сегодня очень тяжелый день у них. У Мишки Вековищева скинсы. Будем болеть. Мишаня, давай не подведи нас. В общем, смотрим и переживаем. Так, ребятки, пока у меня тут пауза в трансляции, я вам объясню, что такое Jackpot Time, потому что очень многие жалуются, не понимают, почему некоторые вообще не зарабатывают очки, некоторые зарабатывают слишком много. Как это вообще, что происходит и что это вообще такое. Во-первых, нам, как объяснил Константин Иванович Григоришин, это человек, который в принципе является основателем клуба Энергостандарт, главным человеком в АСЛ. В общем, на каждой дистанции было взято 4% от времени рекорда мира, то есть на полтиннике это составляет у мальчиков 0,85, например, на 200 брасе это 5 секунд. В общем, если сильнейший пловец, который выигрывает определенную дистанцию, привозит время Jackpot, например, там, в 7 с 5 места, то он забирает все очки ребят, которые занялись с 5 места и ниже. Если он занимает первое место и обгоняет весь заплыв на время Jackpot, а такого еще не было в истории АСЛ вообще, то он, соответственно, забирает все очки этого заплыва. Вот, и Константин Иванович сказал о том, что, ну, Jackpot на этой дистанции, в общем, в принципе, Jackpot будет называться именем этого спортсмена, который первый это сделает. Вот, но пока этому никому не удавалось. Соответственно, на этом Jackpot очень много очков можно заработать. Я приведу вам пример предыдущей встречи нашей, когда мы боролись с командой Iron. Мы проиграли 2 или 3 десятых в касании, ну, выиграв при этом второе место, но проиграв команде Iron, которые забрали 3 Jackpot. Это, я вот не знаю насчет третьей дистанции, но это точно был 100 браз мужчины. У нас Марко Кох был второй, проиграв там десятый или сотый, я вот точно не буду врать, но вот касание буквально. Это 400 комплекса мужчин, выиграл Virajta, Дэвид, вот, а у нас Brandon Almedia, он был вторым, тоже немножко совсем проиграл. И какая-то еще была третья дистанция, я точно не помню, но суть в том, что они забрали Jackpot время очень серьезное, там, начиная с третьего места, что ли, и по 30 очков, заработав при этом. И очень сильно от нас на этом оторвались, то есть нам немного не повезло, и мы из-за этого проиграли им встречу, заняли третье место. Это на самом деле безумно круто, потому что сегодня выиграл ты, завтра выиграет другая команда, и ты никогда не приугадаешь, какая команда может выиграть вообще эту встречу. Потому что без Jackpot, конечно, это было бы намного проще. Я думаю, что если в этом разобраться так, как, ну, разбираемся в этом уже мы, мы к этому привыкли, знаем что да как, то людям, естественно, это будет очень интересно смотреть, и это будет безумно зрелищно, просто на это нужно время, и к этому немножко привыкнуть, к этим новым введениям. Так, ну, раз я начала приводить пример уже 100 брас мальчиков и вообще Марка Коха, то расскажу вам. Например, в первый день Марка у нас проплыл очень быстро 200 брас, вот, и Марка проплыл 2.081. Ну, соответственно, я вам уже показывала 200 брас, Jackpot время составляет 5 секунд, и он привез с третьего места всем больше пяти секунд, вот, и забрал их очки, соответственно, всех с третьего места. Поэтому заработал в тотале 30 очков, вот, то есть не обогнал фактически только одного парня, который принес своей команде 7 очков из Trident. Вот, но во второй день соревнований Марка проиграл всего лишь 9 сотых и не смог забрать Jackpot время, хотя ребята обогнали, ребят всех начиная с шестого места, вот, и, соответственно, из команды Iron парень забрал 15 очков себе, тем самым впередив Марка на 8 очков на этой дистанции только, вот. Ну, и в тотале мы проиграли около 22-24 очков, я точно не помню, то есть как раз-таки вот эти три дистанции злосчастные, которые мы вот проиграли, чисто касание, вот, Iron из-за этого вырубились вперед. Вот, но это безумно интересно смотреть, опять же, никто не знал, что Марка проплует под мировой рекорд и заберет столько очков на 200 брасе, вот, и никогда не угадаешь с этими правилами, какая команда будет лидировать. Вот тоже интересный момент, сейчас начались с Кинс и девчонок 50 метров в брасу, и, опачки, от Кинсона попадает в финал вместе с Анастасией Горбенко. В общем, в предвариловке с Кинсов сразу пять спортсменок, потому что 4-5 место разделили девчонки, проплыв одинаково, поэтому полуфинал стоял не из четырех спортсменов, а из пяти. И, соответственно, очки будут даваться пяти спортсменам. Ну и вполне, хотела сказать, вполне уверен, но нет, в упорной борьбе выигрывает Алия Аткинсон, что и следовало, в принципе, ожидать, но Анастасия Горбенко молодец. Ждем с Кинсов ребят, там плод Бешанкин, будем за ним поболеть. Кстати, сейчас произошел безумно такой непонятный момент. Девчонка Анастасия Горбенко в финале с Кинсов сделала кувырок вместо разворота брасового. Я что-то не поняла прикола. И, короче, венгры решили вместо с Кинсов мужских поставить Формулу-1, и я прозевала первый с Кинс мужской. Не знаю, как пропал Миша, но в финале два парня из Токио и два парня из Лэй. Вот сейчас подключила трансляцию, будем смотреть уже полуфинал. Так, ребята, досмотрели сегодняшнюю встречу. В общем, Лондон остался на первой позиции, на втором месте Лэя, на третьем Токийские лягушки, на четвертом Трайдент. Лэй совсем немножко проиграл, немножко не хватило, чтобы догнать Лондон, но они молодцы. Ну что, ребятки, доброго времени суток всем. Решили с Дусей воспользоваться нашей супер-привилегией и потратить полтора часа в день, которые нам разрешены, находиться на улице и потратить на прогулочку. Тем более сейчас так редко видимся и общаемся в разных командах же. И в разных гостиницах. Вот, и хотели немного рассказать вам о том, как мы вообще попали сюда, и как нам поступали предложения, и вообще, почему мы выбрали, например, эти команды. Лично мне еще в первом сезоне предлагало несколько команд, не буду говорить все, просто их было несколько, поучаствовать за них, проплыть. Кто-то звал даже только на финал, когда это было необходимо. Но я отказывалась в тот сезон, потому что это был наш план тренировочный вместе с тренером, ранее уже обдуманный. И в олимпийский сезон мы не планировали ездить по коммерческим стартам, тем более так много. В этом сезоне мы тоже не планировали. Это как бы безвыходная ситуация. Мы оказались без стартов вообще, без международных, и на тот момент, когда мы соглашались, без российских. И поэтому мы поменяли наш план подготовки и приняли решение поехать сюда, потому что здесь есть возможность много стартовать. Это очень важно для пловцов. Где-то в конце марта, наверное, я попросила одного человека спросить у менеджеров London Roar, согласны ли они меня принять снова. Потому что в том году они меня уже предлагали, но я отказалась, как я уже сказала раньше, по каким причинам. В этом году они сказали, что да, мы все еще рады тебя видеть в своей команде. И так я попала в свою команду London Roar. Мир и брейкерс лучше! Это, конечно, соперничество между командами, но никак не между нами с Дашей. Так же, как и обычно мы выступаем в России друг против друга, но у нас хорошо получается совмещать и дружбу с соперничеством. Да, и, кстати, мы уже доплыли до полуфинала сейчас, на данный период времени, и будем выступать вместе. И выбивать вас. И попадать в финал. Мы будем выбивать их и попадать в финал. Ну, все потом узнаете. В итоге Даша попала чуть позже в Международную Лигу плавания, спустя там месяц, наверное. Привет! Ну, мне написали, наверное, в начале мая где-то, может быть, в середине, о том, что New York Breakers хочет меня подписать. Мне тоже написал человек, вот, то, что она интересуется. И на тот момент еще не было никаких стартов, как Маша объяснила. Вот, поэтому мы приняли решение, что меняем индивидуальный план подготовки. Сижу, у нас на острове. Да. Поэтому мы приняли решение, что мы меняем план подготовки этого года и выезжаем на эти соревнования. В принципе, все. Очень долго мы не знали вообще, случатся ли они, но все так получилось, что мы в итоге организовали все это дело с жесткими мерами, как Даша уже рассказывала, наверное, раньше. Но все-таки эти старты проходят, и мы очень рады, что есть ментальная возможность стартовать. И не просто стартовать, а стартовать с мировыми реконсменами, победителями, призерами Олимпийских игр, с которыми, возможно, нам предстоит и дальше. Ну да. Все-таки мы надеемся, что Олимпиада состоится, и мы будем точно так же соревноваться с ними. А уже имея такой огромный опыт соревновательной деятельности вместе с той же с Йостром, там... Кто у нас еще? Катинка, я не знаю, там, Дрессел, Раноми, все-все-все мировые звезды, конечно, они здесь, и я думаю, что психологически нам будет уже намного проще с ними выступать. Вот. Ну, в принципе, очень рады, что мы здесь находимся, получаем удовольствие от соревнований и наслаждаемся тем, что нам дана такая возможность. Знаешь, что? Мне сегодня снилось... Я с этим встречи уже просто голова не... Как будто мы команды сидим в комнате, и мне говорят так. Мы сегодня всю ночь сидим в комнате, никуда не уходим. А я говорю, я хочу в комнату пойти к себе домой. Я могу идти домой, я не хочу с вами сидеть. Короче, полночь мне это снилось, что я не могу уйти от моей команды. У Светки все. Голова поехала. Брейкерс, дом брейк. Вот, а мы идем сдавать тест на коронавирус. Сейчас все покажем. Ух, я наконец-то завершила свое выступление на СЛ сегодня. Закончились полуфиналы. У меня сегодня был тяжелый день, 100 кроль, 200 кроль, эстафета. Но я пропала хорошо, показала лучшие свои результаты здесь, и почти получше он пропал сотню. Вот, в принципе, очень довольна. Сейчас иду смотреть скинсы. Скинсы сегодня у девчонок батерфляем, у парней брасом. За нашу команду плывет Арина с Васей Кассией, кролисткой. И плывет еще сегодня Мару. Сейчас пойду смотреть, как Мару плавает батерфляем. Буду болеть за девчонок. И надеюсь, что у них получится его пасть четверку. Хотя будет, конечно, очень тяжело. Но ощущения Машки я поспрашиваю после финиша. Так что смотрим. Я думаю, что будет интересно. Это что? Это смельцы, свет! Я обожаю женщин, конечно. Мару, давай! Мару, давай! Продолжение следует... 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 Это больно... Продолжение следует... 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 Я очень хочу, что это должно начаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Можешь пару слов сказать, как это скинся плавать? Ты же выигрывала, а не я. Я свое мнение уже рассказала. Скажи, как братом. Тяжело. Тут надо поймать баланс, чтобы не вылететь в начале, при этом оставить силу на второй раз. А я не всю душу в первый полтон вкладываю. Не всю душу в первый полтон. Зато получил. Спасибо. В общем, что я могу сказать по прошедшему финалу ESL второго сезона, что это очень тяжело. У меня даже глаз начал дергаться, но с другой стороны очень круто. Пока нигде я не встречала, где можно было бы так много стартовать и все время подряд, подряд, еще и разные дистанции. Ехать сюда я даже не думала, что я буду плыть 50 бат, например. Ну вот, практически каждый этап стартовал его. Тяжело, трудно, но очень весело. И вообще я очень рада, что мы сюда съездили. Возможно, такого шанса больше не будет. И это единственный раз, когда мы сюда приехали и выступали с такими классными ребятами. Надеюсь, что мы все так же увидимся с ними на Олимпиаде и так же будем плыть на соседних дорожках. Пока, спасибо за просмотр. Спасибо, что были с нами и поддерживали. Мы видим каждое сообщение, которое вы пишете на Олимпиаде и все слова поддержки мы читаем. Спасибо большое. Так, ребят, а теперь немножко о конкурсе. Чтобы выиграть эту футболку, которую мы уже показывали раньше, для вас у нас есть маленькое задание. В общем, если бы на ИСЛ была бы русская команда, то как бы вы ее назвали? Пишите свои самые оригинальные, смешные названия или просто интересные в комментарии именно под этим видео. На Ютубе это конкурс только для Ютуба. Да, и мы выберем самое оригинальное, самое лучшее, которое нам больше всего понравится. И дадим вам эту футболку. И именно, которое понравится нам больше всего. Они не которые соберут больше всех лайков, чтобы вы не могли, как говорить, своих знакомых, залайкать. Поэтому выбирать будем только мы. Всем удачи! Да, выигрывайте!